Добрый день, дорогие друзья! Сегодня снова с вами Вальдемарко. Кого-то нам так понравилось готовить. Не мне, конечно, Мартина Ивановна. Она заставляет меня это чем приготовить. Я, конечно, схитрил. Самый такой вариант. Будем делать спагетти Болонези. Как говорят итальянцы, спагетти Болонези. Что вам необходимо? Ребята, видео не новое. Такие рецепты в ВАЛН. Но я хочу снять на свой лад. То есть, как я буду готовить? Сейчас я играю. Все равно. Кого-то нам нужно спагетти. Нужен фарш. Вот такой вот фарш в магазине. 500 грамм здесь, да, по-моему, да? 500 грамм. Лук, как обычно, у нас томат, собственно, в соку. Маринованный, как правильно вам сказать. И у нас такой вот фиксатор. Входит в который уже сушеный лук. Помидоры сушеные. Что-то обычно у Ивановны было сушеное у нас. Там чеснок, перец входит туда, розмарин, орегано, майоран, тумиен. И, конечно, еще у нас такой вот сырок. Видите, оно закрывается. Ножницы. А тут нарисованы ножницы надо. Вардемарк, а тут нарисованы ножницы. Ни хая не получается. Ребята, попробуй без ножниц. Посмотрим, мы умеем тут открывать. И хера на метод не идет. У меня же ножницы. Ха-ха-ха-ха. Который тут нету. Я жива. Рикард, наверное, ногти нету. Ха-ха-ха-ха. Идем тебя как-то жерстали. Что они за меня езжат? А вы что-то делали? Что порезали. Видите, так просто я. Раз, готово. Без всяких проблем все открываться. Мой метод исключительный. Видите, цак, готово. Что вам показывает, она как пудра почти что, видите. Мелко-мелко-мелко. Это же пудра же. Это кейс, как сказать, сыр. Шибка такой мелкий, в виде пудры. Ну, что быстро готовится. Ну, это мочёв-то, какой мелкий сын. Понятно же. Все, ребятки, как их готовить, вы сами уже знаете, просто за мной ходите и смотрите. Воду мы уже нагрели, берем наши спагетти. Вода, чтобы она закипела. Вода, чтобы она закипела. Вода, чтобы она закипела. Вода, чтобы закипела, надо ее включить. Дорогие друзья, угадайте, почему Вальдемар сегодня решил спарить спагетти. Вот приостановите кадр. Остановили? Если вы остановили, меня уже не слышите. Остановите кадр. И через пару минут напишите в комментариях, почему Вальдемарка решил сегодня приготовить спагетти-барнези. Написали? Потому что Вальдемарки вчера вырвали четыре зуба. И ему теперь кушать нечем. Надо кушать, по идее, маленькую кашу, да? Супчик такой. В общем, ребятки мне вчера четыре зуба вырвали. И поэтому я хочу сегодня смотреть спагетти. Только что, понимаешь, не такой твердый, чтобы кушать. Потому что сделали временные зубы. А все равно не тешно настоящие. Это тешно. Вода у нас уже почти закипела. Шумит. Еще не кипит, но шумит. Еще не закипело. Я хочу, чтобы камера парни. Не, не, не. А это сгур. Я не знаю. Это у вас профиль. Платка шмарит. Что, ребятки? Бум, мы здесь у нас подъехали. Открываем опять же моим методом. Здесь не устроить просто. Зуба закипела. Владимир Иванов сказал все сразу закидать. Будем вызывать все сразу. Сокий, что там смотри, завалится. Остатки подберем. Красиво. Хорошо, пойдем. Вот, где закипела. Сторонница провалилась. Мужчина готовит, а у него все острое, ножик острый, слова острые. Мужчина тоже понадобится, ребята. Это входит в рецепт. Входит в рецепт. Видите, насморился? Ребята, смотрите ютуб. Опыт приходит с годами. Это имеется в виду не с годами, а с часами. Это исчисляется, как долго ты смотришь ютуб видео. Приходят они с часами. Сейчас мы лук нарежем. Это для поджарки. Примерно с ложечкой, наверное. У меня ложечка вот такая хорошая. Как? Ох, хигиеныша. Да? Да еще я смотрелся там, я просто не понимаю. Показывают некоторые, готовят для семьи, но одевают перчатки и готовят. Я понимаю, профессионал, когда ты готовишь, да, там, для людей, когда у тебя там гости будут. Понятно еще может быть. А ты, я думаю, готовишь, но на 23 человека и надевают перчатки. Ну, понимаете, что для выдела, надо что-то повыделываться. Так, все посолили пока. Варится. Сейчас будем делать мы с зажарочкой. Соль я, конечно, рассыпал маленько. Так, у нас есть все включенное. Так, для жарки наливаем, чтобы по стоящему маслу. Сок. Опа, даже много будет. Сейчас масло маленькое. Нагореете, при этом. Поджаривать. Проверите, когда жир уже горячий. Пусть кидайте. Все, видите, шипит. Нагорелся. О, шип нагорелся. Пусть кидайте. Так, помешаем, помешаем. Довольно, ребята, тоже, чтобы она стала золотая, золотая. Будем сказать, что мы делаем золото. булка сидел долго я пошел поставил я пошел я пошел такой магазин я пока буду спать она как мудры ребята будет все это будет это одна как сказать когда на одной волной сделано как шнурки будет как через одну трубку она проходила так кое-что ребятки меня уже научили и сказали что на такой сковороде нельзя самым железным предметом киверяться ложкой такой деревянной или пластмассовой это ребятки я тоже от вас учусь все готово ребята еще поглядите уже на 100 я прямо на руку я сделаю бывает это бумагу ложатся она точно есть на веках поэтому я показал что на руку надо видеть ребятки как она выглядит будто она как цельная такая она м это это а а а а а Ребята, сейчас нам надо добавить наш томат и помидоры, которые заквашены, прям целиком. Удобнее. Раз. Готово. Тут, конечно, не сцельные помидоры, а только нарезанные помидоры тоже. Не сцельные. Я думаю, что только целиковые они. Поставить так, чтобы готовку маленькой. Так, ребята, пока у нас мясо тут тушится, точно наша зажарочка такая крутая, у нас уже спагетти готовые, сейчас мы их подстынем. Воду сольем. О, что ты с этой боттой? О. Сейчас прям масло сюда скидаем. У вас не хил, динуты? Точно. Конечно, конечно, конечно. Потому что, ребята, мы воду отцепили, как нужно немножко масла. Я специально делаю, чтобы они кучу не взялось. Такой маленький небольшой кусочек. Забуду я забуду издавать туда его. Так. Так, чтобы она подстарит, все. Помешаем на все, как нормалет. Как бы все равно у нас все было не смешано, при этом еще сразу не отличные ложечки сюда, завозуем. Все, она же готова, видите, ребят? Сейчас просто масло маленько расстает. У нас не слеплась. У меня уже слюни бегут. Голодный. Теперь, ребят, сейчас мы берем вот этот наш закрепитель, или как будем говорить? Сахар. Я уже вам говорил, что здесь ходит. То же самое, что у нас тут лежит, то здесь находится. Ребят, я окошко закрыл. Это вид проходит, прям уже заглядывается. Окошко заглядывает. Думаю, это не что-то самое, как к ресторанчику какой-то. Поднималка будет им продавать это. Все, он упадает. Все, вот, думаю, это шестерка. Это помешает, чтобы не так. Возвращаем. Проволиваем немножко водички. Мы дыхаем сейчас. Возвращаем накладку. Проволиваем немножко водички. Тут будет, как я сейчас. Разметные накладки-то. Сразу можно готовить и мыть посуду. Добавляем еще немного. Да, давайте. Давайте посмотрим, что у нас есть. Органина. Добавляем немного. Немного. Немного, не будем. Немного несуществующего. Да, как я сказал, мы не хотим здоровой жизни. Немного. Немного розмарина. Все, посыпали. И немного Майоран. Тоже немножко посыпали. Все, ребята. Будем сейчас кушать. Перемешаем еще. Очень, ребята, сейчас мы уже будем набирать наши спагетти. Баранези. Зак. Покент起來 больше. bilirazи. Зак. Видите, можно там кричаться, да? Когда мы будем кушать, кричат. Все готово. Чувак, ты будешь теперь сыр? Наши сыр. Маленькая пудра. Ну, reicht, danke. Тебе же любишь сыр. Окей, reicht. Ну, красиво смотрится. Как снежок. Все? Угу. Ребятки, сейчас будем кушать. Сейчас я буду пробовать. Ребятки, наш Васька тоже пришел. Вась, вот тебе рилка. Тоже будешь что-то кушать, Вась? Хороший, Васька, ага. Будешь? Не, вот это вот, будешь? Горячая. А то уже люди жалуются, мы тебя не показываем. Ага. Будешь кушать что-нибудь? Он драться хочет. Будешь кушать или не будешь? На, вилку тебе. Вилку. Вот тебе. Что, Вадебар готовил? Не вкусно? Не, 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 не. Видишь, даже после меня листья не хочешь. Я готовлю. Не, Васька. Вот, ребята. Вот это вот самое главное, которое оценивает мое кулинарное искусство. Не, Васька. Не хочешь? Как хочешь. Он говорит только, «Ентия люкнет», не? Да, как говорила. Как Рихард говорит, что зверей не обманут, или зверей не обманешь. Видите, ребята, я уже… Я без сыра, ребята. Я сыр не очень-то уважаю, как Рихард там наделал. И я ему так сделал. Я не очень-то уважаю сыр такой. А между прочим, ребята, когда я вот сейчас вот… Я стал пить пивка… Ты снимай, Игорь? Куртишь-вертишь. А я буду рассказывать. Когда я перестал пить пиво, начинаю потихоньку уже кушать тоже сыр. Хотя, в принципе, я раньше, да, Малдинован, я ел только копченый. А сейчас я тоже начинаю кушать сыр уже. Это кушать мне еще не нравится. Ага, себе в рот положил. Хоть бы я, хоть бы на камеру снял бы. Так, ребятки, будем пробовать. Видите, такой у нас хороший, сапогетичный. А там… Ложку мне не надо. А я шучу. Мама, извини. Просто как… Где-то мы кушали в ресторане. Я… И подают, и все-таки ложка такая. Берут ложку, ты туда штыкаешь. И вот так там наматывается. Вот. Представьте, что у меня есть ложка. Так намоталась ложка, и теперь буду пробовать. Все. Угу. Угу. Ответ呆. Все хорошо. Камара эссен. Всего хорошего. Старайтесь сами тоже готовить. И хочу сказать Юрису, что я никогда не говорил, что мне не нравится, когда мужчины готовят. Мне, наоборот, нравится, когда мужчины готовят. Поэтому я сам тоже начинаю маленько готовить. Потому что мне тоже нравится. И, оказывается, в Old Market тоже получается. И неплохо, однако. Все, ребятки, всем большое спасибо за просмотр. Кушайте много, какайте меньше. Потом вылишь, может быть. Всем здоровья, удачи, всего самого хорошего. Ставим лайки, делимся в соцсетях. Всем вам всего хорошего. Пока. Все, ребята, пока.